Чувашия расширяет границы сотрудничества с Поднебесной. В эти дни в республике с официальным визитом прибывают делегации с провинцией Аньхой. Накануне в Министерстве информационной политики и массовых коммуникаций гости встретились с руководителем ведомства и директорами региональных телеканалов. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В Чувашию китайская делегация прилетела всего на два дня. График их пребывания оказался довольно-таки плотным. Накануне они побывали на международном балетном фестивале. Если такие представления для китайцев в диковинку, то с творчеством артистов из «Страны восходящего солнца» чебоксарцы уже знакомы. В прошлом году на сцене театра выступала и оперная певица из Поднебесной. Но заинтересованы китайцы не только в культурном обмене. Они присматриваются к местным бизнес-проектам, туристической сфере и промышленной отрасли. Для гостей из Поднебесной устроили экскурсии в национальном музее и национальной библиотеке. Такой интерес к нашему региону вполне объясним. В состав делегации вошли руководители корпорации театрального искусства, института живописи, туристической компании и даже библиотеки провинции Аньхой. У Чувашии и Китая много общего, вплоть до произношения некоторых слов. Это гостям рассказали на встрече в Министерстве информационной политики. Возможно, что в ближайшие годы о чувашской культуре и традициях смогут узнать все жители провинции Аньхой. На встрече были озвучены предложения по обмену телевизионными передачами. Это планы на будущее. Для начала необходимо избавиться от языкового барьера и перевести программы с русского на китайский и с китайского на русский. Но гости из Поднебесной планируют приехать в республику и в июне. На фестивале «Родники России» они предлагают провести традиционную чайную церемонию. Мы очень мало знаем о Чувашской республике, и вы очень мало знаете о нас. Мы хотим это исправить. Подробнее о республике гости из Китая смогут узнать из этих книг. Их преподесли в подарок всем членам делегации Аньхой. Китайские сувениры презентовали и принимающие стороне. Медрик Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.